Всем привет! С вами снова Танк СТ-570 и сегодня ваше внимание предоставляется очередной выпуск журнала Танк Т-34-85, 77 по счёту. Какая-то у них хорошая запайка пошла. Вот они довольно хорошо. Так, ладно. Это ну чуть позже. Не, ну вот это конечно, не знаю даже как называть, салачизм, наверное, показывает нам вот этот уже процесс, когда у нас ни хрена половина деталей нету. Нету деталей от этого катка, второй половины не будет, потому что у нас, как видите, есть тоже. Просто натяжного ленивца и ещё ведущего звенца. Не знаю, это ведущий звенец или как он тут будет называться, потому что там звёздочек нет уже. Фу, гады, 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 гады. Опять СУ-100. Ну да, второй половинок, правильно. Фердинандик у нас. Нацистская самоходочка. Что-то я мало взял. Так, ну что можно сказать, ребят, по всему этому массиву. В этом наборе есть и плюс и минус. Начнём, наверное, с минуса. Минус, потому что... Не, не, минус не потому что. Минус в том, что, во-первых, мы не можем собрать целиком каток. Нам дали только его половину, сволочь, сэкономили. И сэкономили всего лишь на нескольких деталях. Плюс, всё-таки, как ни крути, это тот же каток. То есть собираем одно и то же. Ну и, наверное, всё на минусах. Ну а плюс, всё-таки, это не только вот эти три матью детальки нам дали. Нам дали ещё и вот такие вот детальки, которые, похоже, мы сейчас даже можем соединить с вами. Так... Сюда нет, сюда нет. Сюда да. Отлично. Просто, знаете, здесь вот она вот такая тоненькая, длинненькая, а здесь вообще какая-то как будто срезаная. Или просто так выглядит. За это немного... Я, скажем так, не сориентировался сразу же. Ну, опять под гаечку. Впервые мы, получив первую половину катка, что-то прикручиваем. Это же здорово, наверное, правда? Так, ребята, очень мелкая и неудобная хрень. Здесь надо учитывать и держать целых три матью вещи. Две детальушки. Один винтик, шпунтик, болтик, гайки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, закрутить, наверное, жестко мы это не сможем или сможем? Не, не сможем. То есть, уже все на максимум. Дальше она уже не крутится полностью. Она уже начинает уже проворачиваться. Скоро это, главное, на сберку попорчу. Но вот это, хотя, знаете, до сих пор давно в хорошем состоянии. Может, они все-таки улучшили качество этих отверток. А первые отвертки у меня те были. Может, те от Победы были. Может, там были отвертки паленые. Это же, получается, от танка Т-34. Может, они тут лучше стали. Ну и все. Ну, это, как я понимаю, у нас крепится суда. Вот, извиняюсь, задел штатив. Здесь у нас стоит с вами ленивец. А, ну, это у нас, наверное, изнутри, да. Вот это у нас. Вот сюда вот устанавливается. Мы эту хрень еще давным-давно крепили вот это сюда. Вот так вот у нас, наверное, да. Это у нас должно прикручиваться. Тип вот, вот, вот. Она, кстати, здесь, видите, впервые имеет направляющую такую срез. Как раз, опа. Как раз получается, опять она, видите, пружину гнет в сторону, а не туда, куда надо. Хотя, вы помните, это у нас не закручено жестко. Жалко, нету оставшихся деталек. Ну, так вот у нас получается это все. Вот такая вот конструкция, которую мы сможем дособрать в следующем выпуске. Ну, значит, у нас получается, ребят, с вами. Аминь. Уставай на место. В следующем выпуске у нас с вами вторая половина. Как раз с винтами, с этими пластиковыми гайками. То есть, прикрутить бы я сейчас мог бы уже закрепить бы хотя бы вот этот ограничитель хода или что он там. Так всего, на хренов. Но у меня нет пластиковых гаек. Это огонь не железный искать. Не конструктив, не по цвету будет, не по феншую, блин. Так что не будем экспериментировать. А вот что касательно всего остального, я думаю, все-таки, может быть, скорее всего, в следующем уже выпуске. То есть, после вот этого, через выпуск нам, может быть, наконец-то начнут давать либо ленивец, либо... Буду его венцом называть. Пофиг, как он там называется, поскольку он не звездочка, а просто каток с роликами. Буду называть его венцом. Либо венец собирать. Ну, зная закон подлости, скорее всего, ленивец. Здесь все-таки интересный венец. Там, смотри, с роликом будет интересно его собрать, я думаю. Скорее всего, он будет, наверное, из трех журналов стоять. Тоже один ободок, второй ободок и еще плюс ролики. Доп. Функция. Ну, и ленивец из двух, наверное, журналов. Ну, короче, вот так вот. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понравилось. Так что всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Так что всем слева пока. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok